Главная новость к этому часу. В Петербурге по подозрению в причастности к терроризму задержаны 6 выходцев из Средней Азии. Егор Гордеев, здравствуйте. Точно установлено место жительства Акбаджона Джалилова, совершившего по данным следствия взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения в видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком. Люди по-прежнему несут цветы к станции метро Синая площадь и технологический институт, на перегоне между которыми прогремел взрыв. Обнародованы имена 10 погибших уже. Опознание еще 4-х человек невозможно, так как для этого потребуется генетическая экспертиза. Российские исследователи говорят, что 22-летний Акбаджон Джалилов был смертником-одиночкой. Сначала он наставил бомбу на станции метро Площадь Восстания, она была обезврежена, но затем взорвал себя в вагоне метро. Джалилов уроженец Киргизии с российским паспортом. В Петербурге он работал поваром в одном из ресторанов и вместе с отцом подрабатывал в автомастерской. Мать и младший брат до сих пор живут в киргизском городе Ош. По данным коммерсанта, Джалилов был привержен собой одной из запрещенных в России организаций, а его идейные вдохновители находились в Сирии. Он не стоял на спецучете и не совершал преступлений. О семье в родном городе только позитивные отзывы. У них очень хорошая семья. Всегда дружелюбны, никогда не вступали в спор. У них прекрасные дети. В эти минуты в Троицко-Измайловском соборе Санкт-Петербурга проходит поминальная служба по погибшим при теракте. На службе присутствуют родственники пострадавших и погибших. Вспоминают не только о погибших в метро, но также и жертв взрывов на борту самолета из Шар-Мальшейка в Петербург. И в поезде «Невский экспресс» в 2009 году. Запад обвиняет сирийского президента Башара Асада в проведении химической атаки, жертвами которой стали по меньшей мере 72 человека. Россия, наоборот, обвиняет повстанцев. Это кадры, снятые в первые минуты после случившегося. Сирийские правозащитники утверждают, что авианалет на город Идлиб на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской или российской авиации. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения. В городе началась паника. Российская Минобороны признала, что сирийские самолеты разбомбили незаконные оружейные склады повстанцев. В результате возникла утечка неизвестного вещества. Сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов, террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. В ООН настаивают на версии преднамеренной химической атаки, но не могут пока констатировать, чьи именно самолеты совершили налет. У нас пока нет никакой официальной и достоверной информации. Как мы понимаем, это была химическая атака с воздуха. И мы обратимся ко всем тем, у кого есть технические возможности объяснить, что произошло. Российская Госдума не будет проверять факты из расследования Алексея Навального об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным РБК, спикер Нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что не видит в этом никакого смысла. Пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет, ну а фильм Навального распространяет лживую информацию, так он сказал. В этом фильме говорится, что близкие к Медведеву люди через благотворительные фонды приобретали элитную недвижимость, виноградники, яхты. А фактическим владельцем всего этого является сам Медведев. Российский премьер, посещая завод Тамбовский бекон, впервые прокомментировал этот фильм. Послушайте. Причем делается все так, по принципу такого компота, значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, значит, про, там, если касается это меня, про моих знакомых людей, про людей, про которых я вообще никогда не слышал. На этом все. Обновленный выпуск ровно через час. Будьте с нами.